Всем привет! Вы на канале С-Страшилки. И сегодня у нас новая теория по каналу Непер-Страшилки. А для начала я хочу поблагодарить вас за 40 подписчиков на моём канале и 60 подписчиков в группе ВКонтакте. Ссылка на неё я оставлю в описании. Что ж, а теперь перейдём к новой теории. Тайны семьи Майер. Эпизод 2. У Амалии была суперсила? В новой серии на канале Непер-Страшилки «Войной придёт за тобой» мы узнали, что моя предыдущая теория насчёт того, что Кира и Амалия действительно чем-то связаны, подтвердилась. И поэтому на этот раз я решила подготовить для вас ещё одну очень интересную теорию. Для начала я хочу вам рассказать о специальной доске, которую я сделала для теории. Для сегодняшней теории я составила вот такую доску со связанными предметами и людьми. А теперь давайте перейдём к самой теории. Видео, где Насте снятся кошмары с Кирой, Амалией, графом Дракулой и, естественно, этим чемоданом с полуном с лизуритом. Тётя Нин рассказывает об этом кулоне, что его ей подарила некая старушка в лесу. По этому поводу у меня такие догадки. Эта старушка могла оказаться Валак. А это значит, что Валак, кулон с лизуритом и Кира связаны. Но пока ничего точно об этом сказать мы не можем. Наверняка вы давно заметили, что у Сони и Амалии есть много схожих вещей. Обе имели дело с куклой Анабель. Обе слышали голоса. Соня слышала голос Киры. И Амалия слышала чей-то голос, о чём мы узнали в серии, где Насте снятся кошмары. Амалия сообщила это Насте в её сне. Какой мы из этого можем сделать вывод, что кукла Анабель и Кира связаны? Например, кулон с лизуритом мог принадлежать какое-то время Амалии. И точно так же, если Кира была суперсилой Амалии, то Кира могла через этот кулон передаться Соне. А что, если Кира и есть Амалия? Амалия. Ведь Кира не существовала тогда, когда Амалия была жива. Может, Кира и есть дух Амалии? Либо наоборот. Если Кира была суперсилой Амалии, то Кира могла остаться в теле Амалии, когда та осталась жива. И следовательно, не передастся Соне. Теперь давайте поговорим насчёт графа Дракулы, который появился в последних нескольких сериях. Насколько вы помните, Настя, в прошлом году загадав шкатулку стать вампиром, какое-то время действительно была вампиром. А насколько вы знаете, граф Дракулы – это один из самых известных вампиров. И возможно, что у нас сняться эти сны с графом Дракулы и Амулетом именно по этой причине, потому что она какое-то время была вампиром. Возможно, в ней что-то осталось от вампира, и поэтому у них есть какая-то связь. Но пока что не очень непонятно, каким образом могут быть связаны Кулон, Кира, Амалия, Соня, граф Дракула и так далее. Пока что эта история слишком запутана, и поэтому мы будем ждать новых серий для того, чтобы продолжать строить теорию. Но на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы хотите идти дальше, видеть у меня теорию по каналу «Лебета Страшинки». В новых сериях теории по небете на моём канале мы постараемся разобраться, кем работают Сонина родители, кто такая на самом деле Ангелина Майера, которая упоминалась только в одной серии, и почему большинство Майеров имеют такое колоссальное сходство. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!